Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рассмотрим вопрос о том, как простить своих родителей и для чего вообще это нужно. Для начала я расскажу о себе немножко. Я психолог, почти с 16-летним стажем. Самое главное, я работаю над собой, над совершенствами своей жизни, делюсь конкретно тем, что помогло сделать мою личную жизнь счастливой. И вопрос прощения родителей, это вопрос, который я разбираю практически на каждой сессии. И в этом вообще лежит ключ к глубокому изменению жизни человека. И давайте сейчас сразу покажу схему, по которой я работаю и по которой вы сможете помочь себе в этом очень непростом и необходимом для счастья человека вопросе. Итак, вот я уже нарисовала, что такое обида на родителей. Вы видите, да, что стоит определенная преграда. И ребенок не может воспользоваться тем, что могут дать родители или не хочет воспользоваться. В основном обида заключается в том, что я не хочу быть похожим на вас. Я не хочу брать то, что вы мне дали в воспитании. Мне не нравится то, каким было мое детство. Мне не нравится, как вы к маме относились. Обида выступает в данном случае преградой между родителями. Сколько бы мы ни жили, сколько бы мы ни работали глубоко, ни уходили в себя, ни развивались, но пока мы не решаем конфликт с родителями, довольно трудно чувствовать вообще себя полноценным человеком этой жизни. И вот почему. Давайте посмотрим. Видите, преграда. Соответственно, я через эту преграду не могу получить и хорошее, а не только плохое. Ничего ко мне как бы не идет. Все, через обиду, я говорю, не надо. И даже если ко мне идет что-то хорошее, то через фильтр моей обиды я не замечаю это хорошее. Я все время думаю о том, что плохо. Давайте посмотрим на позитивный контекст обиды вообще. Зачем мы ее так долго в себе сохраняем? Потому что во всем, что есть в нашей жизни, все, что творится в нашей голове, во всем этом позитивный есть контекст. И у обиды в частности. Давайте вы со мной поразмышляйте, пожалуйста, на этот счет. Для чего вам необходима обида на родителей? В чем позитивный контекст? Когда у меня есть обида, самое главное, я не несу ответственность за свою жизнь, за качество в своей жизни. Я всю ее перекладываю сюда, на своих родителей, на то, что они мне дали. Я вот напишу, что это женщина, это мужчина, да, мама, мама и отец. Если я женщина и обижаюсь на мою маму, я не могу принять тот вариант воспитания, который мне подарила моя мама. Через обиду я не могу воспользоваться, смотрите, я вот тут сейчас делю человека на две половинки. 50 на 50, 50 процентов мама, 50 процентов отец, да. Во-первых, если я не могу простить своих родителей, что во мне есть ключевой момент? Я идеализирую, идеализирую мир. Я идеализирую мир. Мое сердце до сих пор не умеет любить, потому что, по сути, любовь это про то, и я хочу, чтобы ко мне такая же любовь была. Это про безусловность и бескорыстность. Но к своим родителям я подобного качества не хочу проявлять, потому что я от них получила какой-то багаж боли, который не хочу нести. Я хочу, вот это, да, я хочу, то есть в чём проблема идеализации? Я хочу, чтобы меня любили. И пошёл список как? Я хочу, чтобы у меня попросили прощения. Я хочу, чтобы меня благословили на добрую жизнь. Я хочу, и у меня потрясающая внутренняя сказка о том, как вообще бы я, меня, меня бы любили, да, и все, и в частности мои родители. И, соответственно, из этой идеализации дальше страдает весь мой мир, потому что эта идеализация, она перекладывается вообще на всех. Это и на друзей, и на партнёры, и на детей, и на мир, и на работу, на всё, на всё. В частности, на себя также. Получается, от родителей, помимо посылки боли, я это так называю, я получаю необходимый мне первый урок. Первый урок, он заключается в том, первый урок, учусь любить, учусь любить. Конкретно в любви заложено две важных ипостаси. Безусловность и бескорыстность. То есть я люблю не потому, что мне что-то дают, или не за какие-то условия, потому что они представляют из себя что-то, а вопреки, часто просто вопреки. Потому что вообще любой человек содержит в себе эту потребность. Вот эту пустоту, потому что вообще всех любят за условия. И вот у ребёнка, ну это вообще ещё дальше, если мы пойдём в глубину, это детская позиция любить за какое-то условие. И оно ещё почему такое? Почему мы знаем, что любовь условная? Потому что и нам, в принципе, тоже вот эти наши родители, они нам тоже давали такой контекст, что любить я тебя буду, когда ты будешь соответствовать определённым правилам. И это основной конфликт, потому что ребёнок хочет, чтобы его любили таким, какой он есть. Прощали ему ошибки, давали ему ошибаться, давали ему какую-то часть жизни проявлять свои желания, свои чувства. Но так как мы получили определённых родителей с определённым искалеченным их же детством, их же воспитанием, их же внутренним ребёнком, то они нам передают бессознательно определённый образ воспитания. Вы знаете, если вы уже сейчас родитель, вы можете в себе отследить, как на вас воздействуют уроки воспитания ваших родителей. И почему им было трудно вас воспитывать в безусловности и бескорыстности. Вспомните, как... Вот сейчас, если вы уже родители. Вспомните, ваш ребёнок вас как бы будоражит, или это называется ещё триггер. Вас запускает механизм раздражения, гнела, какого-то внутреннего какого-то неприятия, когда он как-то определённо действует. Вот на одну мать не действует, что у неё ребёнок кричит 24 часа, но действует, что он разбрасывает игрушки. Ну, к примеру. Это сейчас так набрасываю, чтобы вы как-то проанализировали своё материнство или своё родительство, да. Вот. Или разбрасывает игрушки, не обращая внимания, но зато кричит, просто невыносимо затыкаю сразу. Скорее всего, в вашем воспитании, в вашем детстве вас же, ваши родители в этом же и агрессивно на это же реагировали. И так как ваша, ваша голова, ваши файлы о том, как надо воспитывать ребёнка, берут только тот опыт, который получили вот здесь, в вашем воспитании, происходит чудовищная белка в колесе. И давайте мы сейчас немножко поднимем нашу ответственность и перенесём фокус внимания о том, что и родители получили от своих родителей, я вообще здесь просто не пишу вот таким словом «роды», этот опыт, определённый опыт воспитания, как надо воспитывать. Наши нейроны, они про воспитание знают только то, что было вот здесь, в вашем детстве. Если вы не повышаете свою духовную и родительскую квалификацию и не поднимаетесь на этом уровне, эволюционном уровне человека, и вот те возникающие у вас вопросы относительно воспитания, относительно проблем в отношениях с партнёром, не учитесь, потому что сейчас потрясающее время, когда вы можете учиться, то всё, что может ваша психика, это взять опыт откуда, оттуда, откуда вы знаете. Другого примера у психики не было. Никто вообще в обществе об этом не принято говорить, как воспитывать, как нас воспитывали. Сейчас, да, только мы начинаем вести об этом диалоге, и то очень, знаете, как это называется, очень осторожно, потому что трудно признать, что мы несчастны, трудно признать, что с партнёром конфликт, трудно признать, что ребёнка я не умею воспитывать, потому что и нам здесь во время воспитания вменяли необходимость быть кем? Отличником? Пятёрка, понимаете? Пятёрка либо двойка. И за двойки что делали? Наказывали, потому что, ну, как-то стимулировали, хотели стимулировать, а успевали, да, во время обучения. А все должны были быть отличниками. И те пробелы, а большие пробелы у человека относительно личности, достоинства, относительно взаимоотношений между партнёром, сексуальной энергией, вообще секса как такового, умения получать удовольствие, как бы, от жизни с партнёром, удовольствие от вообще жизни, вот о том, как быть женщиной, о том, как быть мужчиной, как создавать семью вообще, как преодолевать трудности внутренние, об этом человек поговорить не может, потому что здесь возникало молчание. Чаще всего и у родителей-то тоже был вопрос на эту тему. А ответ был какой? Вырастешь – узнаешь. Но мы выросли, но и мы уже не знаем. Но так как мы большие, давайте мы сейчас ещё вернёмся к очень важной вещи. Мы уже большие, и ваши родители тогда же были большие. И что было стыдно? Стыдно не знать. Потому что взрослый человек куда восходит? Восходит уже факт идеала. Если ты взрослый, уже достиг, там, не знаю, родил ребёнка, то ты должен знать, обязан. Если ты не знаешь, то тебе двойка. А за двойки что наш мозг знает? Ой-ой-ой, там, за двойки наказывали. И всё. Вот это вот как бы порочный круг молчания. Родители редко признают свои ошибки. Это тоже надо себе намотать на ус. И даже если они очень бы хотели это сделать, им очень многим трудно это даётся. И первому, кому надо начать прощать, первому, кому нужно бесстыдно учиться, когда у него возникает белое пятно и незнание, это мы сами. Люди, которые сейчас обладают возможностью учиться. Но самое страшное, что мы не учимся. Многие не учатся. Почему? Потому что стыдно. Это катастрофическое состояние, которое просто многих людей цементирует. Страх о том, что ты чего-то не знаешь. Штаб большим. И или уже как бы, ну, да, а этот стыд, он, знаете, он ещё чем перекрывается. Как бы мы не отдаём себе отчёт, что нам стыдно, мы не учимся. А мы перекрываем здесь очень интересные фразы. Да у меня нет просто на это времени. Потрясающе, да? Нет у меня времени на то, чтобы там понять, как мне наладить отношения с партнёром, как мне наладить отношения с ребёнком, как мне наладить отношения с собой. У меня нет на это не времени. У меня самое главное, нет на это желания. Нет желания. Это важные вещи, и мы тоже должны в себе проговорить. Когда мы их выговариваем, у нас появляется выбор. Пока мы не сказали себе правду, что у меня нет желания на то, чтобы совершенствовать себя, у нас ничего не сдвигается с мёртвой точки. А теперь давайте тоже ответим на очень интересный вопрос. А почему у меня нет желания? Вот здесь что-то менять. А потому что до сих пор я ещё маленький ребёнок. Я-то на самом деле ещё не выросла. Я хочу, чтобы за меня ответственность так продолжали вести родители. Или партнёр уже там, или ребёнок, или общество. Я хочу, чтобы мне вот здесь, вот где у меня должно быть счастье, вот в это моё сердце, положили всё самостоятельно. Не, не хочу такое слово запариваться, но то, чтобы что-то вообще изменить в своей жизни. Сознательно, как бы, да, вроде уже став взрослым, я буду делать видимость. Очень многие делают видимость обучения. Просто поверхностно. Собирают какие-то знания, собирают кучу практиков, ходят на кучу тренингов, ходят даже к психологам, ходят, может быть, даже на исповедь ходят. Но это только проговорить, выговориться. Но в практику, в прощение, в практику принятия, в практику прорабатывания и в практику роста и взять ответственности вообще очень мало кто идёт. А почему, давайте узнаем, почему мы в ответственность не хотим идти? А потому что мы опять-таки боимся вот этой двуатской оценки. Что когда мы возьмём на себя ответственность, окажется-то что? Да, я взяла наследие, но у меня сейчас возникает поле для глубокой работы. А работа, это значит, мне могут ставить двойку. Да я сама себе могу поставить двойку, потому что, ну, потому что, да, я увижу, что, оказывается, своими руками многое создаю, что мне во многом нужно быть двоечницей какое-то время, потому что я не знаю. Я не знаю, у меня тоже белое окно в том, как воспитывать ребёнка, как мне общаться со своим мужем. Вы понимаете, что в этот момент весь вектор внимания, когда я беру на себя ответственность, он переходит на меня саму. Я как бы схлопываюсь внутрь себя. И вся моя обида, она просто исчезает. Потому что, а, я вижу эту цепочку наследия, когда мои родители брали что-то. И в этом молчании оставался стыд, незнание. Более того, здесь вообще куча боли. Просто невыносимое количество боли, которым нашим предкам, многим пришлось прикрыть. Прикрыть свои сердца. Не чувствовать, не передавать. Воспитывать только телом. Накормить, напоить. Потому что привязанность, чувствительная привязанность была вообще не в ходу. Потому что разрывало сердце нашим матерям привязанность к детям, которых они могли потерять из-за голода и войны. Мужей своих. Поэтому довольно часто нас воспитывали сухие родители. На эмоции. И сейчас у нас большая необходимость. Большая необходимость через прощение. Через прощение. И многие это чувствуют. Потому что, в принципе, это ключевой вопрос. Очень многие задаются вопросом, как простить родителей. Почему вы так задаетесь этим вопросом? Потому что, может быть, это услышали, что это необходимо. Может, какие-то психологи наговорили. Может, в каких-то книжках прочитали. Но это не только поэтому. А потому что ваше сердце понимает, что это одна из задач воплощения. Потому что через это прощение, через основное прощение самых близких людей, которые нанесли самые глубочайшие, может быть, раны. Первый и очень важный урок вы постигаете. На практике я начинаю любить. Второй урок, который я в этом самом деле реализую. Я учусь видеть неидеальность. Неидеальность человека. Неидеальность. Неидеальность. И я учусь её прощать через любовь. И свою неидеальность в частности. И третий важный момент, который я здесь постигаю, третий важный момент, что через неидеальность своей человеческой формы, вот смотрите, вот этот же человек, он одет в душу. А душу обнимает дух. Это уже мы выходим в божественные сферы, в духовные сферы. И здесь, конечно, человеку неверующему будет очень трудно. Потому что, когда мы подключаем сюда духовные основы и видим нашу жизнь через предназначение души, когда мы связываем это с Богом, тогда у нас возникает огромный потенциал, чтобы вообще излечить нашего маленького человека, который нуждается. Вот, знаете, вот это вот люди ищут половину, да, чтобы пришёл другой и меня полюбил. Но на самом деле важно соединиться вот с этой половиной, со своей половиной, со своей душой, со своей душой, которая содержит в себе невероятный потенциал любви. Потому что она есть производная духа, она есть производная Бога. А Бог есть любовь, безусловная и бескорыстная, которая любит нас неидеально. И по сути вообще жизнь на земле, и вся несовершенство родителей. Это про то, чтобы здесь не стать Богом, нет, но проявить Божественное, вылечить вот этого маленького человека, дать ему принятие, дать ему любовь, через да, его неидеальную оболочку, да, неидеальное воспитание, да, неидеальную жизнь, да, неидеальное всё. Но здесь взять его неидеального, на свои духовные руки и вылечить своей любовью, принятием, сказать, милый мой, простишь ты меня, что я тебя так долго мучаю, насилую, терзаю. Чем? Тем, что не даю тебе жить. Ведь обида, давайте мы ещё раз на неё посмотрим, как всё мы начали. Обида – это преграда. И если я обижаюсь на своих родителей, по сути, вся ведь обида, она во мне, вот эта полоса, я её нарисовала, она купирует во мне вообще способность жить. и если я не беру на себя ответственность за жизнь, если кто-то несёт ответственность, то моя жизнь – тусклая я. В ней всегда кто-то за что-то отвечает, но не я. Но если я беру на себя ответственность за этого маленького человека, оживляю его, никто теперь не несёт счастье, только я, я несу ответственность за счастье этого человека, то вдруг я обнаруживаю, что в моей жизни оказывается масса, масса вещей, приносящих мне радость и удовольствие. И за что я могу сказать «благодарю», «благодарю», «я благодарю». И по сути, и по сути счастье это вообще про то, что я благодарю за такое воспитание, за возможность через это воспитание научиться любить. Я благодарю за такое воспитание, за возможность увидеть неидеальность и простить её. Я благодарю за такое воспитание, и через неидеальность я могу выбрать, что мне из этого опыта взять в своей жизни. Я благодарю и прощаю, и принимаю, потому что через это принятие я лечу моего человека, который болен из-за того, что я купирую ему возможность любить. Не даю ему вот этому продолжению, ведь я продолжение, мои мамы и папы, эти руки и эти ноги, продолжение моих родителей, продолжение моих бабушек и дедушек несовершенных. Но в них есть совершенство, в них есть таланты, в них есть чудные качества, которыми моему человеку не хватает. Но когда я принимаю, преграда исчезает, жаль, что я не могу вытащить её, как эту иглу, ну да, или стереть, да, и нарисовать здорового человека. Вот, смотрите, как я сделаю, у меня тут такая прекрасная, такая получилась заготовка. Когда я принимаю, я оказываюсь здесь, и сердец течёт ко мне, и сила, и из моего сердечка тоже. И получается, что у меня есть возможность пересмотреть, что хорошего было в моём воспитании, что не очень, что я могу принять, а что нет. И самое главное, я могу принять свою уникальность, потому что я уникальный, и по сути, я продолжение моих родителей, но я уникальный. В чём я уникальный, вот здесь вот хорошо бы разобраться. Это следующий, в принципе, урок, но для начала, для начала нужно выдохнуть вот здесь, выдохнуть своё неприятие и прийти к этому слиянию, когда отсутствует, отсутствует вся вот эта вот болезненная. А есть возможность поблагодарить и сказать, да, Господи, спасибо, я благодарю за то, что у меня есть возможность в этом больном роду, где люди недополучили любовь, дать любви, дать любви самому, самому дать любви, мне, потому что у меня её достаточно. Освобождается колоссальное количество энергии, когда я принимаю, принимаю. И когда я вижу, что им-то не хватило, и они по недостатку любви, и по недостатку принятия, ведь они точно такие же, им же так же было больно. И они могли хранить эту боль, этот камень на сердце всю свою жизнь и так не реализоваться, тоже не реализовать свои чудные лучшие качества. То есть, когда я принимаю, у меня ещё бесконечный доступ к силе, вот сюда, к силе целого рода, потому что и здесь образуется любовь. И через молитву, через молитву, а, кстати, вот очень интересно, тоже любовь, да, да, это как бы вот здесь вот эта вот боль, боль. Бог, а это лечение, лечит, Бог лечит. Вот когда любовь, тогда я эту боль принимаю с благодарностью и вижу её лечение. Вот такая вот сегодня у нас с вами, такой вот с нами с вами сегодня разговор получился, и я надеюсь, что те практики и те размышления, которые здесь у нас сейчас родились, они позволят вам выпустить что-то из своего сердца и понять, что пока мы обижаемся на родителей, мы не живём. Мы не живём. Мы существуем. Мы тянем тяжкое время существования. И очень много, кстати, в священных книгах сказано о том, что принимая своё, то есть не принимающий, не прощающий, обвиняющий своих родителей, ребёнок, так тоже сказано, не может быть счастлив. Он фактически проклинает сам себя на несчастливую судьбу. Это так. Мы как бы отверзаем себе вот эту корневую систему, мы же являемся стволом, продолжением. Дальше наши плоды – это наши дети. Но мы не можем полноценно питать своё дерево, если мы отверзаем через обиду свои корни. Это тоже очень хороший образ, такая вот медитация, молитва, почувствовать себя, как бы эту обиду, как это застывшие ноги, застывшее тело, физически вот это ощущение закрепощения. И через принятие, возможность вот этого впустить в своё сердце неблагородство, самое какое-то, да, через молитву эту благодарности впустить в своё сердце своих родителей и тоже их вылечить после того, когда будет излечён этот человек. Вылечить их хотя бы образом, вот, образа их, помолиться за них. И потом представьте себе дальше, дальше, вот, я ещё не сказала, но примерно 7 поколений в генетической памяти, их опыт, их таланты, их способности содержат ваша генетическая память. И через прощение вам доступен опыт 124-х человек. Я думаю, что из такого большого богатства, из 124-х человек опыта, да, вам будет достаточно через благодарность, через некоторое время прийти к раскрытию своих лучших качеств. Через то, кто вы есть. Но это уже диалог другой темы, как раскрыть свои лучшие качества, да, если вы мужчина и женщина, как это проявлять. Но пока сегодня про прощение. Я надеюсь, это было вам полезно, интересно, информативно. Я очень хочу вести этот канал вам на пользу, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы думаете, что я могу вам более интересно, конкретно и доходчиво объяснить, пишите в своих комментариях как можно подробнее свою проблему, и в следующих роликах я обязательно на них отвечу. Желаю всего самого доброго. Если вам интересно, еще заходите на мой инстаграм, там тоже много всего полезного. И пока-пока, до новых встреч!